В Варшаве 15 августа, в День вооруженных сил Польши, прошел военный парад. Подобные масштабные парады здесь проводят редко, но этот, по словам организаторов, должен был стать крупнейшим в стране с 1989 года. В параде приняли участие около 2000 солдат, 200 единиц военной техники, а также 92 самолета. А еще накануне Дня вооруженных сил в субботу по всей стране прошли пикники и с показом в современной военной технике. В этом году праздник вооруженных сил Польши проходит на фоне усиления польско-белорусской границы. Министр национальной обороны Мариуш Блащек напомнил, что польская армия продолжает укреплять границу, чтобы противостоять возможным атакам Белоруссии и России. «Сегодня мы имеем дело с очередной попыткой восстановить Российскую империю, на этот раз в путинской редакции. Россия напала на Украину, и у наших границ идет война. А с территории Белоруссии на Польшу с осени 2021 года с помощью мигрантов тоже ведутся атаки. Они продолжаются до сих пор. Каждый день происходят попытки пересечь польскую границу. Они не заканчиваются успехом, благодаря укреплению польской границы». Мариуш Блащек подчеркнул, что усиление военного присутствия – это сдерживающая мера, а не враждебная акция, как заявляют Минск и Москва. 10 августа стало известно, что Варшава перебросит границу с Белоруссией до 10 тысяч солдат. 4 тысячи военнослужащих будут осуществлять поддержку пограничников, еще 6 тысяч будут находиться в резерве, заявил Блащек. Варшава приняла решение направить дополнительные войска на границу с Белоруссией после того, как два боевых вертолета из Белоруссии 1 августа пролетели через воздушное пространство Польши. Это после тщательной проверки подтвердило военное ведомство в Варшаве. Министерство обороны Белоруссии опровергло обвинение в нарушении воздушного пространства Польши. В свою очередь Александр Лукашенко 11 августа заявил, что готов налаживать отношения с Польшей. Он сказал, что и с поляками надо разговаривать, и поручил премьер-министру связаться с ними, что если они хотят, давайте разговаривать, давайте налаживать отношения. Мы соседи, а соседи не выбирают, они от Бога. На это в МИД Польши ответили. Если Беларусь хочет улучшить отношения с Польшей, то она должна прекратить атаки на польскую границу, освободить журналиста Анжея Почобута и других политзаключенных. Субтитры создавал DimaTorzok